Всем привет. Продолжим. Продолжим нашу миссию по уничтожению грузовиков с наркотиками. Эээ... Не совсем ясненько, сколько их... Дождите, 5 штук должно было остаться. Почему-то пропал счетчик. А, нас опять заставляют использовать... Телевизионные тарелки. Ладно, давайте используем. Ну да, 5 штучек. Где ближайшие-то? Блин, они еще и ездят. Эх ты ж... Ладно, давайте вот затем и ломанемся. А что я сделал? Я прокачал немножечко наш стазис. Буквально на один апгрейд. Он теперь должен бить дальше. И я прокачал себе один апгрейд для мили комбата. У нас появился, видите, такой зеленый треугольничек. Рядом с ракетами. Это как бы, походу, наш коронник, который мы можем использовать для того, чтобы... вырубить кого-то плотную. Походу, так. Немножко странно это звучит. И... Непривычно после... Соконцана, где все нелишные удары, они были абсолютно бесплатны. Там не нужно было никакую энергию накапливать. Так, чё-то похерил я грузовик. Надо снова... Антену. Где грузовик-то, а? Где грузовик? Вот грузовик. Так, ну чё, стоять. Бояться. Ну что, стазис вырубил грузовик? О! Видели? Как его круто с ноги. Что мы должны сделать? Шейн Куц уничтожил. Вот эти вот две коробочки. Вот эти две коробочки перевозил грузовик. Блин, их можно было руками перенести. Так, а что мы здесь нарисуем? А здесь мы нарисуем какую-нибудь хрень. Это змея, наверное. Да, действительно, неплохо. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то, до неё дошло. Это то, о чём я говорил ранее. Он совершенно не в позиции диктовать нам условия. И, наконец-то, до этой дурочки тоже дошло, что мы сейчас в позиции диктовать наши условия. Ладно, уже как поздно сожалеть. Осталось только... Не вижу. Где третий грузовик? Что, на той стороне города, что ли? Как я до неё доберусь всё на той стороне города? Да попасть не могу. Я ведь не могу что-то попасть. Ну да, не могу, а как они хотят, чтобы кто попал? Что это за такое? Ладно, давайте сосредоточимся на том, что нам поближе. На вот этих двух товарищах. И вот тоже, что не очень для меня сейчас понятно, мы использовали наш милишный коронник на наркомании, но он не восполняется. То есть, он не от неё на зависит, по ходу. А чего же он тогда зависит, кстати? Что у нас написано по этому поводу в апгрейдах? Ага, для того, чтобы восполнить эту супер-атаку, нам нужно избивать наркоманов обычной атакой. Ну ладно. Как скажете, ребята. Дайте мне лучше телевизионную антенну. О, 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 стой! Стой! Ха-ха, как затормозило, а? Так. Так, стоять, стоять, стоять. О, деньги как посыпались. И шприцы. Замечательно. А где враги-то? Ну давайте, что мы на этом грузовике нарисуем? Крыску в крысоловке. Отлично. Так, ладненько. Нам нужна ещё одна антенна. Что мы сделали? Мы пока три грузовика из шести уничтожили, правильно? Правильно. Значит. Где ближайшее? Оказывается, совсем рядом. Ну ладно. Давай, это только одна девушка! Одна девушка! Позвольте эту б***ю туда. Мы ее поднимем. Почему-то обычный сканер эти грузовики не определяет. Иначе, правда, не было бы нужды в этих антеннах, если бы определял. Так, а где он? Грузовик... Я не знаю, кто-то видит ее здесь? Я должен идти в гости? Просто продолжай делать, что ты говоришь. Шейн будет пугать, если мы вернемся, потому что у нас нервы. Так, блин, надо догонять его. Со всех сил надо догонять. Только я опять его потерял. Как быстро кончается действие этого радара. А вот он, я его вижу. В данном случае большая ошибка, это... Про вас, ребята. Сто... Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты крутой. Так. Давайте... О! А что это ДиЮПИН наркоманов защищает? Мы, конечно, враги, но это же не повод наркоманов-то защищать. Ну, где ты там, давай уже иди сюда. Блин, какие они медлительные. Блин, какие они медлительные. Они тупые. А что с ними случилось? Хрельсы, что ли, шибанулы? Ладно. Ладно. Бог с ними. Так. Что мы здесь нарисуем? Какую пакость? Опять какую-нибудь крысу? Нет, не крысу. Что это? Деньги. Это, наверное, деньги. Горящие деньги. Она хочет сказать, что вы сжигаете свои деньги за наркотики, да. Интересное послание. Как будто ты потерял еще одну шибанул в них, Кинг-кен. Почему ты делаешь это? Дай мне Бренту, и все остановится. О, нет, нет. Ты превратишь себя в ДиЮП, и я буду тебя. Скалтс, Анна. Извините, Текс. Кто тут по нам стреляет из тяжелой артиллерии? Какая... Нехорошая личность, а? Господи, это камера. Там кто-то с коктейлями молотого, что ли, я понять не могу. И кто-то сюда ДиЮП позвал по-тихому. Да, какая-то... С коктейлями молотого. Давайте вот его отхихреначим в рукопашку. Заодно и получим нашу. Крутую... Мочилку. Кунг-фушную, или как их называют. И что мы нарисуем тут? Тут... Какую-то черепушку. Черепушку, протнутую шприцом. О-ля-ля, да. ТРЕП-шуху. А-ля-ля, да. ТРЕП-шуху. ТРЕП-шуху. Вот такие вот у нас. Службы безопасности. Ну да, в принципе, их понять можно, как бы. Мы угрозу представляем гораздо большую, чем Шейн со своей... Ааа, наркоманская армия. Так, где тарелка-то? Давай, говори мне! Если люди везде, мы идем, они здесь будут! Блин. Ну, началось. Дайте мне цивилизионную антенну. На каждом доме было раньше. Что за... Дела. Так, ну вот, последний. О! По-моему, он таки приехал с того конца города, на этот конец города. И он не двигается, значит, там будет какая-то засада. Ну, давайте посмотрим, что нам там устроят. Это же интересно. В принципе, мы практически во все оружии. Конечно, есть куда еще прокачиваться, но... Я думаю, мы и так уже в позиции, чтобы надрать им жопу. Да, потому что вы слепые. Поэтому меня и иметь. Так. Нифига себе! Вот они гранаты закидывают. Они, наверное, олимпийские чемпионы по метанию гранаты. Если они могут закинуть гранату на... Это какой этаж-то? Пятый? Это еще с такого расстояния. Ребята гробят свой потенциал. Они же реально могли быть мировыми спортсменами. Так. Но сколько вас тут еще? Не добитых. Пункт не пройдет от меня! Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто их вооружил дымовыми гранатами? Блин. Кто вообще их надоумил, что против меня очень эффективны дымовые гранаты. Что-то их там как-то много. Что-то они друг друга пожигали, твари. Кружать меня пытаются. Здесь это просто подкрепление, а не то, что они тут бесконечные. Хотя в этой игре бесконечные враги как-то не были замечены. Кто знает, может что-то изменилось. Это что-то ДЛЦ. Так, ладненько. Этот как стоял, так и стоит тут. Ничего его не берет. Ни разум. Ни здравый смысл. Вроде их трое осталось, да? Промахнулся. Так. Трое больше. Блин, да реально достало уже. Сколько вас тут, твари? Нифига себе, их мочишь, мочишь, их все столько же, только еще... Блин. Нет, их не столько же, их больше. Их постоянно больше, больше. Вот тут я уже начинаю задумываться о том, что я сказал чуть ранее. Может быть, что-то изменилось и враги становятся бесконечные? Может быть, мне нужно сделать какое-то действие для того, чтобы они прекратили пребывать. Я не могу... Ты ж, блин. Я не могу сделать твои действия! Сколько я их души перебил? Я не знаю, конечно, какая численность банды этого Шейна, но, по-моему, я сократил ее уже процентов на 90. Блин, неужели они кончились? Я не верю своему счастью. Нет, не кончились. Блин. Где ты? Куда тебе стрелять? Куда тебе стрелять? Она мертвая? Блин, кто-то в радио ВН! Это для тебя, Рэнс. Так, тут что-то мы уже по масштабу не рисуем. Прямо на стенке. Опять черепушки какие-то. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сам Грим Рипер. Ну ладно. Хо-хо-хо-хо. Он нам бросил вызов. Так, если чисто так панализировать ситуацию, у него все еще наш брат. Мы убили почти всю его банду. И он хочет лично с нами разобраться. Какой подставы стоит ждать? Наверное, то, что он попытается все-таки прикрываться братом или бить его, или вынудить шантажом нас сделать то, что мы не хотим, приставив ствол в голове брата. Либо он будет еще хитрее, умнее и позовет ДЮП себе на помощь. Я думаю, ребята-то с удовольствием помогут. Только скажи, где меня искать. Да. Как-то так. Ой, кстати, это что же место, где мы делся на первый раз мочим. Я думал, я уже всю банду перебил, оказывается, еще не всю. Ну, давайте. Блин, да. Залейте на крышу уже. Где вы, ребятки? Давайте вас тоже немножечко сократим в количестве. Эх, эх, эх. Так. Тоже неплохо. Так. Стой. А вот хрен-то закинешь гранату. Или мне не стоит вас недооценивать. За елками спрятались вас ними. Так. Стоять. Еще кто-то. Все. Ну, наконец-то. Шейн, мы идем. Какой-то хренью. Наверное, наркотиками. Хотя мы наркоман. И нам наркотики не так сильно должны действовать, как к обычному человеку. Судя по всему. Действуют они очень сильно. И это потому, что, может быть, это что-то другое. Ой-ой-ой-ой. Фига себе, как нас плющат. Шейн. Вы будете спрятаться все время? У вас нет спрятания? Вы хотите реально, чтобы я в таком вот режиме всех завалил? Да я с трудом вижу себя. Нет, давай, ты можешь сделать это. Но, Френт, борься! Нет, все-таки не хотят. Ну и... Блин. Что за хрень? Это у меня родственница? Тебя колбасит, девочка. Что это? Я помню... Помню... Мама? Ты пытаешься спрятать этого, Апигейл. Если ты хрят эту девушку, когда ты пугаешься, ты потеряешь контроль. Тебе право. Это для твоего собственного блага. Я звоню на ДУП. Уберите меня, потому что у меня был проблем. Мама, ставь телефон сейчас! Ты не можешь делать это с ней! Она ваша дочь! А это, типа, братья Линк нас защищает? Я был просто мальчиком! Не пугай, Апигейл. ДНП будет сделать это лучше. Она нам предупреждает. Кстати, да, братья Линк оказался хорошим мальчиком. Защищал нас. Путался нас с иглы снять. Что-то какая-то хрень. Кто здесь бегает вообще? Я могу бороться! Я могу бороться всех! Я могу бороться всех! Я не могу бороться! Нет! Ты просто возьми, что вы хотите. Держи, что вы думаете. Это какое-то хрень. Мы притесли! Притесли! Нет! 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 У-у-у. Субтитры создавал DimaTorzok И это где мои мужчины найдут тебя. Это Шейн, который убил от твоего брата. Он тот, кто выставил тебя там, из-за контроля. Добавил его возможность. Ты убил его? Тогда сделай. Бэтч, дай мне favor, honey, и скажи, что я 100% нормальный американец. Я уже знал твою историю, но я должен сделать тебя религию, чтобы ты вернулся до того, где ты упал. Дамит, я не один из этих фриков. Нифига себе. Как-то мы переборщили, по-моему, смесь. Нет. Так. Почему он жив? Какого... Что происходит? Из кем он бегает, главное? Где он уже успел найти единомышленников? Уходи. 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 Нет, это понятно, что он наш, но... Почему ты вообще его не смогла убить? Вообще, сцена, которая была до этого, она была классная. По драматизму классная, по эмоциям. Просто вот эта вот плачущая фечь. Блин, я такой... Такой детализации. В играх вообще до этого никогда не встречал. Как реально, как будто смотришь кино. Но вот... Всю эту драму... Так вот, испортить такой вот... Что это было? Просто не возьмите это слегка. Ах... Это похоже. Почему он выжил и убежал? Что это такое? Ну ладно. Все это сделано ради того, чтобы мы попрыгали перед самым финалом по снежку. Надо же что-то новенькое в этой игре сделать. Вот они сделали снежный Сиэтл. Снежный округ Сиэтла. Если мой бок висит, то, конечно, я не уверен, не помню... Эээ... Эээ... Ничего не помню. Нам бы неоновый фонарик какой-нибудь. Этот фонарик нам не годится, да? Он неоновый. Недостаточно неоновый для нас. Эээ... 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 Ну прыгай ты уже. Блин, почему ты так плохо регенерируешь? Ты до этого так классно регенерировала, из ниоткуда силу брала. А сейчас... Блин, ну это так глупо вообще сделать из шеи на последнего босса, он и близко не тот персонаж, из которого следовало сделать какую-то ключевую фигуру, он такой лучший Живый, предатель, это все, на что он способен, тут из него сделали какого-то полу-супермена, оооо, что ты нам привез, да ты гонишь, кто-то управляет тобой, да, кто-то взломал тебя, Юджин, это ты? Ты должен быть разрушен Или Юджин занят созданием новых демонов, которых почему-то так и не удосужился призывать в сакансане, вот это глупо, когда ты видишь что-то, что предшествовало основному событию в игре, и ты видишь, что раньше герои были сильнее и круче, чем Когда ты с ним встретился, это нелогично, это тупо, это дико тупо Но этим страдают большинство игр и фильмов, наверное, которые строят свое повествование сначала на обычной истории, а потом уже на предыстории Ой, у нас еще и сингуларити, и все, а нам еще и говорят, и использовать Ну ладно Блин, сколько их там, человек 20, наверное Это не то, что перфект, это просто Сказать Горд-лайк Так, ладно, давайте будем избивать ДЮП То, что мы так любим Нас же обучали ДЮП, драться с ДЮП Так давайте покажем, что мы научились Все это как-то хреновенько, не стреляйте по нам Как они гранаты кидают Чемпионы мира по метанию гранат Эй-эй-эй-эй-эй Блин Что, на бис повторим сингуларити, да? Ну давай, на бис повторим Я могу, конечно, на это смотреть вечно Кстати, интересно, а Челлендж сейчас будет прокачиваться Почему-то показано, что мы только семь Семь врагов Сняли Там такая толпа была Неправда, там было больше семь Нам гонят все Все гонят Зачем он так меня ударил? Что, надо валить отсюда? Все-таки на эксперте играем Он что-нибудь Елку запоролся Не парят Нереально Надо где-то сныкаться Нас снова Сейчас положат И снова будем прокачивать Сингуларити Пошел туда Милишник Милишка все-таки прикольная в этой игре Жалко, не прокачаны они Надо было все-таки на него потратить побольше Ох, очков Так, где вы, ребятки-то? Блин Кто еще остался, а? Кто не остался? Только мы в своих Оранжевых штанах Какие-то интересные дроны у этих D.U.P Когда играешь с Телсоном, они летают с кусочками Метеорита Когда играешь за Фечь, они почему-то летают с какими-то неоновыми источниками Что вообще нелогично В данном случае Потому что Зачем им не он вообще? Там-то все было логично Метеорит был источником большой энергии А здесь-то просто не он Не какой-то особенный не он Просто не он Почему он этих дронов? В смысле неопощада тоже Красивость здесь, конечно Скоро будем уничтожать Скиллпоинты за эти дроны не дают Жалко Чувствую, скоро будем уничтожать БТРчики Зачем здесь А нет, я не спрыгнул Все прошло Так Копить бочков Сингуларить и их стащить Хотя, может быть, их здесь не так много Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Пошел туда Дай ты меня порукетит Сколько вас там еще Нелюдей О, много Здесь бы мне сейчас Честно говоря Сингуларити бы пригодилась Но Увы и ах Ах и увы Неужели я слишком высоко стреляю? Вроде тупые враги, а здесь вот как будто умные На самом деле это не враги умные Это я кривой Даю им времени отойти за камень Укрыться От моих атак Так Да, сложность эксперта Но я даже не засомневался Как-то все уже больно Глазенько идет Так Ну, скоро будет готово Сингуларити Я думаю, сейчас на этих двух Мы даже его и получим Так Ну-ка иди сюда Ну вот А до этого давайте руками забьем, чтобы Наш коронник обратно получить Все, теперь мы полностью готовы Мама Там еще и вертолет Давайте туда сингуларити вам бонем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паника в селе, да? Мы все равно тебя шейн достанем Хоть и не ты убил нашего брата, но... Винить в этом будем все равно тебя Надо же кого-то винить О, нет Так, а че тут так Врагов-то много? Я вообще думал, нам сюда хватать Ити надо, оказывается Оказывается, не сюда, да? Ну ладно Там два накачанных мужика Мне не нравится А у него тоже есть слабые места Ничего себе Не знал Туда никаких проблем Ледяная пещерка Первый, наверное... Первый, наверное, уровень за все этот самый и все ДЛЦ Который новый сделан Ну, помимо арен, конечно Так, а почему нам надо избегать их атак? Я думаю, скоро узнаем почему Что, здесь все завалит? Или что? Мне еще предлагают делать Ладно, давай попробуем пробежать Мне кажется, этот вертолет будет сейчас Все ломать Нам-то, в принципе, пофиг Мы по любой поверхности, как муха, забираемся Но, видимо, есть какая-то подстава во всем Какой-то подвох Который сейчас не очевиден Ладно, если что У нас еще есть заряд Singularity Всадим Любому Кто будет слишком Много выеживаться Ребята, вы на вертолете не можете сбить ПТР Знаете, не хочется с вами возиться Да, нате вам просто Может быть, зря я это, конечно, сделал Как-то так они мне Не понравились Можно сказать Можно сказать, даже выбесили Так Вертолетик тоже надо мочить, да? Не хочется, если честно Ладно, давайте вертолет загасим Все, все хорошо теперь стало без вертолета Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Тут какие-то, блин Это крутые ребята Что ж с вами делать-то, уродами такие А что делать, что делать? Ракеты использовать Вот что делать Блин, сколько их тут Они же еще и живучие Поскольку особенно армированные Так, у нас кончилось все Давайте-ка Подзарядимся Так Брысни отсюда куда-нибудь Стрысни, не знаю Опасно, это очень опасно Блин, а можно как-нибудь Ай, без этого вот Я же помню, что можно было без этого вот Очень парчески их вот так вот мочить Зря ракету потратил Это недостаточно крутой чувак был Ну ладно Этого руками отхреначим Хватит, подзарядим-ка не он И Вперед Продолжим наше преследование Я чувствую, что мы уже в самом конце Я поэтому, как бы, не завершаю эту серию Потому что мы уже приближаемся к концу сюжетного Повествования Ну, блин, да, логично Что мне еще здесь делать Все-таки они сбили Шейн, мы идем Ну не стоит и, блин Сейчас окажется, что он еще А что это у нас силы пропали С каких пор тем метель мешает Передвигаться Блин, ну что это за ерунда такая Сейчас одна Одноногий, раненый Наркоман убежит еще Вот будет хохмар Давай, короче Что ты говоришь, да? Это больно, наверное Он должен был упасть Прямо годов вор какой-то Когда она позволяет Пытать и казнить Врагов Да Ну, а, даже так Ну так ничего Разложили, короче, наркомана На неон Ты видела это, Брэнт? Я буду делать это Ну, я не знаю По всему, ты просто предпочтешь Обратно вернуться Мы находим А вот и хрена. Интересно, может быть то, что они освободились, это было не случайность, а план опустил. Ну тогда в чем был смысл? А Делсоне она точно не знала. В чем смысл было тренировать и освобождать этих ребят? Это какой-то заговор, который должен был, не знаю, довести к мировому господству и... А, правильно! Правильно, правильно, правильно. В принципе, она же, как бы, постоянно напоминала жителям и правительству о том, что ее организация нужна. А как это напомнить, если не вызвать какую-нибудь провокацию и теракт со стороны этих самых проводников, которые, в принципе, уже были настолько зашуганы, что просто ныкались по всем щелям. Не то, что ни на кого не наезжали, вообще не найти. В общем, она специально освободила их, зная, что те начнут творить что-то. Можно будет поднять финансирование своей организации. Вот такой вот ДЛЦ. Не знаю, если бы немножко незатянутое повествование в середине, с этими дурацкими беганиями за всякими дронами и... Такие не очень интересные миссии из разряда отстрелей русского с крыши. В принципе, да ведь сюжет достаточно интересный. А концовка очень такая твердая и стабильная. Даже всегда оценивать хочется поставить хорошую оценку за такую концовку, а вот все, что было посерединке, как-то очень слабенько. Что еще это ДЛЦ нам принесло? ДЛЦ принесло нам арену, которая, по идее, должна продлить геймплей до бесконечности тем, кто этого хочет. Я не знаю, наверное, есть люди, которые будут сидеть, пытаться поставить рекорд, быть в топ-пермем, в топе. Наверное, кому-то это интересно. Как по мне, мне этот ДЛЦ нравится тем, что дали побегать за персонажа с силами, наверное, самыми моими любимыми силами в Infamous Second Stunny. Не он. Мне больше всех понравился. И я не знаю, будут ли они делать еще ДЛЦ. Наверное, все будет зависеть напрямую от финансов, я думаю, если Sony даст отмашку, эти ребята наклепают про каждого из персонажей по ДЛЦшке. Но в данном случае я бы тогда хотел бы, наверное, ДЛЦ для Августины. Августины или той ее подруги. Девушки. Доригами. Вот это два самых интересных персонажа, которые можно было раскрыть. Потому что раскрывать Хэнка, ну, я не знаю. Он скучный. А раскрывать Юджина, он уныл. Можно, даже легко. Особенно стараться не надо. Но действительно было бы интересно, если бы сделали ДЛЦ вот про Августина. Или хотя бы ее подруги. Ну, это так-то, мысли вслух, я не знаю. Будет что, что ли? Что нам revenge is yours? Fetch has embraced her rage and become a true killer. О, в этих аренах можно использовать Делсона. В том случае, если ты обладаешь Infamous Seconds Sun. У меня есть Infamous Seconds Sun, но... Как они, интересно, определят это? О, дополнительные силы. Это нам все нужно для того, чтобы получить платину. Придется попотеть на этих аренах. Открылись все арены абсолютно. А, вот, 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 вот. Резкий Survival и есть резкий Делсон. Survival Делсона, ясно. То есть, бонус для тех, кто купил полную часть, он может играть за Делсона. Тоже прикольно. Кстати, это очень прикольно. Наконец-то можно испытать силу бетона в хорошем действии. То есть, в серьезном испытании. Тут серьезные противники. Будет интересно попробовать. Я не вижу смысла снимать экшен по этим аренам. Я думаю, и сам синглплеер достаточно показал, что это такое. То есть, там будет то же самое, только очень долго-долго-долго и нудно. Так что, я думаю, на этом все. Сингл закончился. А как мне куда-то вернуться? Или меня уже не пустят в игру? Я же еще не все коллекции бетона собрал. Вот это будет подстава. Ладненько. Ладно, хорошо. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение. Это летсплей по Famous for Sun. Я думаю, что если появятся еще новые ДЛЦ, я обязательно сделаю прохождение и по ним. Ну, а данный летсплей можно считать закрытым. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня все. До новых летсплеев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok